Мы на электричке едем в аэропорт, чтобы лететь в Порту. Ну вот, друзья, мы в Порту. Летели где-то часа полтора, рейс нас задержали где-то на час с небольшим, но ничего, прилетели. В Порту будем четыре дня, в Порту я уже был, поэтому знаю, что это очень красивый город и постараюсь вам его показать, все его красоты и достопримечательности, что здесь можно посмотреть, здесь можно погулять и что здесь можно попить и поесть. Все, смотрите, надеюсь, будет интересно. От аэропорта до центра города мы едем на метро. Проезд на метро от аэропорта стоит 2 евро. Но еще плюс надо купить карту транспорта, на которую записываются деньги. Так как аэропорт находится в четырех зонах от центра, мы пересекаем четыре зоны, поэтому 2 евро. А так, если по одной зоне кататься, там будет гораздо дешевле. Так, вот мы приехали на район, где находится наш хостел. А хостел наш находится на вот такой вот красивейшей пешеходной улице. Итак, друзья, время обеда в Порту и мы зашли в такое небольшое местное местечко, недалеко от того места, где мы живем. И вот мы взяли, я взял себе свиные ребра, тут у меня рис и картошка фри. у Насти сардины и рис, отдельно вот так вот, и взяли по пиву. И сейчас будем у наслаждаться едой. В Порту мы остановились в хостеле, называется Sport Hostel in Porto. И взяли мы двухместный номер. Вот такой вот у нас семейный номер, своя душевая в номере. Большая кровать, две маленьких, так что можно кого-нибудь вписать. Так, также у нас есть шкафонер, вот такое вот. И окно, которое выходит на нашу пешеходную улицу. Вот такой вот вид здесь, замечательный. И за 4 дня мы отдали 133 с небольшим евро и 16 евро городской налог. Порту, второй по величине после Лиссабона, город Португалии. Узкие звилистые улочки, вымощены брусчаткой, фасады церквей обложены плиткой, ажу-лежу, здесь все дышит историей. По мне, именно с Порта нужно начинать осмотр Португалии. Порта – один из самых моих любимых городов, в которых я когда-либо бывал. С моста Луиша-1 открывается очень крутой вид на реку Дору, холмистые кварталы Порту и соседний городок через речку, называется Вилла Нова де Гайя. История Порту начинается около 300-го года до н.э. с прото-кельтских и кельтских народов. После завоевания римлянами примерно в 136-м году до н.э. город был назван Порту Скале, это название впоследствии преобразовалось и дало название всей стране – Португалия. Перешли на другой берег реки Дору и мы уже в другом городе – Вилла Нова де Гайя. Мы прошлись по мосту Луиша-1 и теперь на канатной дороге спускаемся вниз на набережную, а из окна открывается вот такой бомбический вид на Порту. Билет на канатку в одну сторону стоит 6 евро, туда-обратно 9 евро. Мы едем только туда. С набережной виллы Нова де Гайя открывается прекрасный вид на Рибейру – самый живописный квартал Порту, который находится напротив. С билетом на фуникулер за 6 евро нам еще дали пробник. – Вот оно. – Вот. Вот сюда. Что-то наливай, сейчас попробуем, что это. – Вот. Так, друзья, нам дали напитки. О, какие-то. Сейчас мы будем их пробовать. Именно вилла Нова де Гайя находится знаменитый портвейный погреба известных производителей. Вилла Нова де Гайя – город с 1255 года, входит в состав субрегиона Большой Порту. Мост Луи I в Порту был построен учеником Эйфеля, и это самая фотографируемая достопримечательность в Порту. Как на Канонерском острове прям. А теперь пойдем гулять по вечернему порту. В сувенирных магазинах Порту большое количество традиционного португальского Азулежу. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 у вас зашли в кафе поужинать так сказать в этом кафе я был еще прошлый раз к был в порту это было где-то 6 8 лет назад точно же не помню на общем очень классно кафе и что комиссия понравилось и вот сегодня пришли опять сюда так вот у меня котлета с картошкой рисом у насти кольца кальмара с рисом и салатом мы взяли по пиву ну вот так вот приятного аппетита за забастовка таксистов португалия какие-то требования высказывают стоят на площади митингуют а вот такой вот у нас вид из окна на вечерний город